Всем привет! Привет! Я Алекс Ред и по уже давно сложившейся традиции сегодня вас ждет увлекательнейший мир компьютерных игр. В программе нажми на кнопку. Начнем, пожалуй, с хорошего, доброго вечного. С разбора полета и объявления победителей. Экспресс-конкурс оказался очень простым. В течение двух минут дозвонилось аж целых 12 человек. Правда, победил только первенец с денежной фамилией Петак. Но от колесо истории повернуть оказалось многим не под силу. Писем пришло очень много, однако правильный ответ оказался только один. И прислал его Нечаев Алексей. Он и получает приз от отдела видеоигр магазина «Мелодия». А правильный ответ таков. На картинке был изображен Диген, персонаж одноименной старинной компьютерной игры. Живет он под землей, занимается добычей полезных ископаемых, как то золото, алмазы, а сражается с хоббинами и боббинами. Это фамилии такие. Поскольку к этому конкурсу прилагалось два приза, то второй я решил присвоить Чеботарёву Гивану. Который хотя и прислал неправильный ответ, но проявил просто великолепную фантазию. Оба победителя могут прямо завтра зайти в отдел видеоигр магазина «Мелодия» и выбрать себе любую игру в качестве приза. Если вам нужны игры для компьютера «Дэнди», «Сеги», «Сони Плейстейшн» или приставки для этих игр, заходите в отдел видеоигр магазина «Мелодия», что находится по адресу улицы Гончарова, дом 1. У нас есть всё. А ты купил себе Плейстейшн? А теперь переходим к серьёзным разговорам. Время, когда свои встречи продолжаются. Видимо, добровольцы из комфорта оказались слабоваты. Значит, пришло время действовать профессионалом. Кстати, в своё пытность в армии я был командиром зенитно-ракетного взвода. Так что, если хотите научиться сбивать средства воздушного нападения вероятного противника, обращайтесь-ка. Хотя можно воспользоваться и игрой «Инкомик». Эта игра с большим успехом научит вас, если не материальную часть различных зенитных установок, то уж точно способом наводки на всевозможные воздушные средства, начиная от обычных летолетов и заканчивая неопознанными летающими объектами. Хотя последние в Ягославском конфликте не применяются, но чем-то не шутят. Дам несколько практических советов. Если низкоскоростные цели уничтожаются прямой наводкой, то сверхзвуковые истребители для успешной посадки, в виде осколков, разумеется, настоятельно требуют стрельбы с упреждением. Это для пулемётов. А вот ракеты не зря считают самонаводящимися. Для попадания ими в цель даже не надо особо точного наведения. Достаточно, чтобы в момент пуска средство воздушного нападения находилось, в пределах видимости. После этого о нём можно смело забыть, как о страшном сне. Ракета свой шанс не упустит. Эти принципы верны для любой зенитной установки. А их в игре несколько видов. И прямой потомок обычной зенитной пушки ЗУ-22-2, и наша землячка Тунгуска в арктическом исполнении, и многие другие неизвестные науке конструкции. Хотя пока в конфликте используются только атаки с воздуха, видимо не за горами и наземное вторжение. Поэтому в игру предусмотрительно введены танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты. Не оставлено без внимания и техника для воздушных атак. И на всём этом движущемся добре вам придётся ездить, летать, и разумеется стрелять. Ведь именно ради этого и создавалась игра. Ради изумительных взрывов, восхитительных световых эффектов. Чтобы продемонстрировать всю мощь графических акселераторов, и при этом не тормозить, даже на средненьком компьютере. В отличие от того же Сина, который на моём 266-м целероне, во-первых, грузится по полдня, а во-вторых, страшно дёргается даже с 3D-акселератором. Всего этого вы не встретите при отражении нашествия. Я ещё помню те счастливые времена, когда практически на каждое торжественное мероприятие приглашались юные зимнички. И большие люди с трибун к ним говорили «Юные зимнички, в борьбе за дело в суверенной Югославии, будьте готовы!» Все отвечали «Всегда готовы!» И бежали играть в паратруберс. Да, игра была классная, но в основном всё держалось на воображении и фантазии, чего так не хватает нынешним геймерам. Ну что это такое? Оденутся в камуфляж, и полёт фантазии на этом закончен. А как классно представить себя в тесном бункере! Вокруг свистят пули, рвутся снаряды, но ты этого не слышишь из-за грохки своей зенитной пушки. А по небу вертолёты туда-сюда, а с них десанты как из рога изобилия, только успевай сбивать. Они то соберутся на земле, сообразят на четверых одну мощную бомбу, и конец последней надежды Югославии. Ну а если до вечера наземная атака не увенчается успехом, НАТО применит свой коронный трюк – ковровое бомбометание. Причём самолёт имеет подлую привычку бросать подарочек сразу после появления в пределах видимости. И несладкий приз обычно находит своего получателя, несмотря на любые аргументы последнего. Что же делать в этом случае? Ответа три. Тренироваться, тренироваться и ещё раз тренироваться, как завещали отцы командиры, как учит игра паратрупярши. Кстати, помогать Югославии можно не только при помощи зенитных пушек, но и с помощью компьютера. Чем, собственно, кое-кто и занимается с первых дней бомбардировок. Чтобы узнать как, смотрите компьютерные новости с полей сражений. Град-ракет, обрушившийся на Югославию в ходе продолжающейся военной операции НАТО, только видимая часть кампании. За сценой остались военные специалисты по информационным технологиям, применяющие заимствованную у хакеров тактику информационной войны с целью разрушения сербской телекоммуникационной инфраструктуры. Под информационной войной можно понимать всё от взлома военной компьютерной сети до разрушения вражеской телефонной системы. В случае с конфликтом в Сербии усилия НАТО, вероятно, больше нацелены не на компьютеры, подключенные к вебу, а на радары. Интернет в Югославии развит слабо, и тамошние военные вряд ли используют его для связи. По словам видного американского эксперта, НАТО не ставит перед собой специальную цель разрушить сербскую информационную инфраструктуру как таковую, потому что это сделало бы страны-альянсы уязвимыми для кибернетических контратак. Мы можем потерять больше, чем они, если пойдём по такому пути, сказал он. В этом случае мы обнажим свою собственную инфраструктуру. Между тем, представители Пентагона отказались давать комментарии о стратегии НАТО, сославшись на военную тайну. А российские хакеры, как оказалось, менее дипломатичны, чем премьер-министр Примаков. И уже вполне определённо можно сказать, что бомбардировка Югославии стала сигналом к развертыванию войны в интернет. И не только в средствах массовой информации, форумах и чатах. Атакам хакеров подверглись сотни серверов стран-участников Альянса. Десятки из них после этого находились в глубоком дауне с антинатовскими картинками на титульных страницах. По нашим сведениям, только за первые четыре дня налётов серьёзно пострадали как минимум три сервера, относящихся к домену правительства Соединённых Штатов. А сервер Белого дома, того дома в Вашингтоне, вообще был выведен из строя на целые сутки. Частенько жертвами хакеров становятся не только военные и правительственные компьютеры. Но война есть война. И в Ягославии жертвы – это прежде всего мирные жители. К слову сказать, в США находится 46% мировых информационных ресурсов, которые не обеспечены и не будут обеспечены специалистами вплоть до 2005 года. Они окружили себя компьютерами и сетями, правда, без обслуживающего персонала. А смысленность такого шага вызывает большие сомнения, но это их личная, национальная проблема. Но вернёмся в Россию. Сервер Хэкзон проводит опросы, выясняя настроения пользователей сети интернет. На вопрос «Как бы вы отнеслись к предложению участвовать в атаке на информационные структуры НАТО?» 80% опрошенных ответили, что готовы включиться в подобные атаки немедленно. Другой вопрос «Помогут ли взломы сайтов Сербии и России?» побуждает ответить утвердительно 65%. Кроме опросов, Хэкзон публикует и отклики на сегодняшнюю информационную войну. Письма приходят и с той, и с другой стороны. Американский бизнесмен, например, пишет «Вы уничтожили информацию на моём Сербии, вы нарушили моё право на занятие бизнесом. Я буду искать вас, чтобы защитить свои права». Следующий отрывок письма из Сербии. «Знайте, что мы надеемся на вас, мы верим, что однажды Россия возродится и одержит полную победу. Россия должна быть мировым лидером. Без России мир в опасности. Россия в наших сердцах, не меньше, чем Сербия». Не далее, как в прошлом выпуске передачи, Алекс анонсировал сегодняшнюю лекцию об интернет, которая полностью посвящена добыче бесплатных компакт-дисков, видеокассет, ковриков для мышек и прочих сувениров, а также бесплатных адресов электронной почты, время доступа и так далее. Короче, всего того, что по-русски зовётся сладким словом «халява». Халява через интернет. Эта проблема отражена на огромном количестве серверов, на которых находятся ссылки на бесплатные ресурсы, советы по их поиску и практические рекомендации. Вот, например, сервер «Бесплатный сыр», который в настоящий момент содержит адреса более 30 источников халявных компакт-дисков. Это и музыка, и компьютерные программы, и презентация, и вообще многое другое. Технология заказа такого компакт-диска достаточно проста. Нужно всего лишь перейти по ссылке, указанной в бесплатном сыре, и ответить на несколько вопросов. Например, имя, домашний адрес, профессия. Обычно время прихода вот такого пакетика с диском составляет от двух недель до месяца. Стоит отметить один факт. Для некоторых серверов бесплатных ресурсов является критичным место расположения пользователей. То есть, кое-где халяву могут получить только жители США, Канады и Мексики, а где-то только жители Великобритании. Клин клином ошибают. И для решения такой проблемы в интернете существуют сервера анонимайзера, которые абсолютно бесплатно скроют ваше место расположения от глаз любопытных. Но это уже отдельная история. А пока прогуляемся на сервер Дмитрия Бородина, живущего в Петербурге. Здесь размещены ссылки на наиболее требуемые всем и каждому услуги. Будь то бесплатная отправка факсов через веб-браузер по всему миру, или посылка сообщений на пейджер, в том числе и в наш ульяновский европейдж. А также отправка сообщений на телефоны, мобильный и не только. А еще здесь даны телефоны некоторых провайдеров, которые могут бесплатно предоставить любому желающему доступ в интернет. В течение ограниченного интервала времени, естественно. К большому сожалению, Ульяновск не Москва и даже не Питер. И наши местные провайдеры, видимо, еще не скоро станут бороться за клиентов, предоставляя бесплатный доступ на пробу, как в столице. Что ж, будем ждать. А пока ходите в интернет-кафе, благо в нашем городе их уже два, в компьютерные классы ваших учебных заведений, подключайтесь к городской информационной сети из дома. В интернете все равны. Этот виртуальный мир не знает ни национальностей, ни классовых принадлежностей. Пожалуй, сегодня на нашей планете существует только две вещи, которые уравнивают людей между собой. Первая – это кольт. Ну а вторая – глобальная сеть интернет. Еще одна новость. В суперсекретных научных лабораториях нашего военно-промышленного комплекса был создан чудо-танк, специально для помощи братьям-славянам. Поскольку его существование все равно в скором времени станет достоянием гласности, Управление Федеральной службы безопасности любезно разрешило нам показать вам репортаж с испытательного полигона. Практически в первые дни бомбардировок Югославии многие имеющие спутниковые антенны могли принимать вещаемый во всех диапазонах сигнал, содержащий слезные просьбы о помощи. С тех пор передачи прекратились, но призыв был услышан. Оборонное ведомство в срочном порядке возобновило проект Recoil название иностранное в целях секретности. В кратчайшие сроки проект был завершен и на свет явился скоростной танк. Быстрый, мощный, но легкий. Вооружен стандартными энергетическими пушками и универсальным креплением для установки дополнительных видов вооружения. Применение в нем технологий, разработанных еще в 70-е годы, но до сей поры не использовавшихся, позволяет производить подбор боеприпасов с поля боя, причем на полном ходу. А особенная конструкция крепления обеспечивает смену дополнительного вооружения в течение 2,5 секунд. Всего предусмотрено 8 типов устройств для уничтожения врага и изменения окружающего ландшафта. В процессе испытаний все они показали высокую эффективность и простоту в применении. Но я не зря назвал этот танк чудом. Ведь уникальная конструкция позволяет ему с легкостью трансформироваться в амфибию на воздушной подушке и даже в подводную лодку, не теряя при этом своей скорости и маневренности, и не ухудшая боевых качеств. Что, собственно, и было недавно продемонстрировано на нескольких секретных полигонах в различных климатических условиях. В бою с превосходящими силами противника даже один новый танк показал просто великолепные результаты. А что, если их будет 2, 3, 10? Но это лишь мечты. И это лишь игра. Игра под названием Recoil. Рекомендуется 3D-акселератор. Но идет и без него. Причем теряется разве что сглаживание текстур и динамическое освещение. А в остальном все просто замечательно и главное быстро. Уж мне-то вы можете поверить, ведь я показываю игры, которые мне нравятся, а не чтобы сбыть залежалый товар. Приветик! Мы Динамыч и Дартвейд. А теперь последние новости из Югославии. Мы получили известие о террской вывозке с северского специала на территорию где распортированная астонация. Все на самом деле было так. Несколько серрских солдат, воспользовавшись перерывом между бомбежками, решили сходить в ближайший лагерь натовских войск. И сказать, что, мол, постоянно кидаться бомбами и ракетами нехорошо. И вообще, пора американцам уже домой сваливать. Группа сербов в составе генерал-сержанта космоводолазных войск Младича и других засекреченных личностей проникла в американский лагерь под прелогом того, что они пришли спросить закурить. Но злобные американцы унюхали чужой запах и подняли тревогу. Главный Янки так и сказал. У нас на базе посторонние, вот, шляются, понимая, что всякие, а потом мыло пропадает. Неплохо было бы их убить. А в это время группа сербов попадает в засаду и спасается лишь один Младич, который провалится через точный колодец в подземную крепость. Главный Янки пьет валидол и выпучит глаза. Что же я скажу Пентагону? Ведь в той подземной крепости американцы готовили проект по выведению армии тараканов, которые бы уничтожили сельское хозяйство Югославии. Между тем, Младич бегает в катакомбах, ласты на его ногах указывает принадлежность к роду войск. А шатает, наверное, из-за ста граф ротовых, принятых для храбрости. Базу охраняют невиданные доселе роботы и летающие газон-косилки, а также виданные в одном месте солдаты. Кстати, вот пример их дебильности. Пока не прицелятся лазером, стрелять не будут. А будут прыгать, крутиться и плясать. Видно, тоже поддаты. Местами встречаются пресловутые добровольцы из России. Нет, не из числа профессиональных военных, а из тех, кто готовился к боевым действиям, расстреливая червячков. Они подвешены за руки и посинели от холода. К тому же, американцы, видимо, подвергали их пыткам, щекоткой и просроченными шоколадками. Если их освободить, то они станут жутко завывать и отпугивать янки своим видом. Теперь, кроме выполнения основной задачи стрельнуть курево, ладичу придется спасти своих сослуживцев и взорвать нафиг всю крепость. Противные натовцы, словно предвиде это, наставили по всей базе на светных дверей. Они сказали, что это для украшений. Ага, конечно. Которые открываются не менее разноцветными ключами. Ключики эти, разумеется, хитро запрятаны. Тем более, янки подло мешают их найти. Но их самих можно здорово обломать. Заняв оборону, восставлено без присмотра орудий и мочить, мочить, мочить. В результате, крутые югославские парни побеждают и спасают сельское хозяйство своей страны и приблудную собачку. Перебив такую кучу янки, сербы запросто могли бы выбить войну, если бы не переклились и снова не попали под обстрел. Стратегии и тактика в условиях современного боя, конечно же, имеют немаловажное значение. Но еще важнее, по крайней мере, для своего собственного выживания, знать материальную часть и уметь правильно эксплуатировать вверенное вам личное оружие. И чем обширнее ваше знание, тем выше вероятность выживания. Когда волшебники из Игуана творили продолжение известного шутера, они, наверное, даже не предполагали, насколько правическим окажется их детище. Ведь игра Турак 2 Сидс оф Ивил имеет следующий сюжет. После событий, известных лишь тем, кто играл в первую часть, от векового сна проснулся некто Примагер, заключенный в тюрьму космического корабля, захороненного в ядре потерянной земли, и решил установить мир во всем мире путем захвата его под свой контроль. Но поскольку сам он делать этого не хочет, точнее не может, то действует при помощи своих прихвостей, загребая жар чужими руками. А противостоит ему одинокий охотник, которым вы, собственно, и управляете. Так вот, на самом деле наш герой не турок, а югослав. Остальные же действующие лица это США в облике главного монстра и страны в роли его прихвостей. Есть еще одно действующее лицо, причем довольно симпатичное. При виде таких форм любая Лара Крофт отдыхает, хоть первая, хоть третья. Она не принимает непосредственного участия в боевых действиях, а только живописно рисует текущую ситуацию перед каждой миссией, но по ходу боя может оказать гуманитарную помощь боеприпасам. Но чем не матушка Россия? Теперь к тому, с чего начинался разговор. На вооружении у турецко-югославского спецназовца находится целых 20 видов устройств для борьбы за независимость. Причем следует отметить весьма широкий разброс эпох и народов, у которых позаимствовано это оружие. Например, древнеиндейский лук с дарственной надписью самого Чинганчгука. Мирно соседствует с луком же, но высокотехнологичным, который оснащен оптическим прицелом, а стрелять может не только обычными, но и взрывающимися стрелами. Тут всем радоваться полчаса, а неудачнику Рэмбо плакать от зависти примерно столько же. Примитивные железные когти, одолженные у Фредди Крюгера, соседствуют с метательной шестеренкой незабвенного хищника. А всю прочую гору современного и футуристического оружия венчает устройство, вызывающее неуправляемую термоядерную реакцию со всеми вытекающими отсюда последствиями. Каким-то образом в этот боевой арсенал затесалась парочка более-менее гуманных видов оружия. Это винтовка с парализующими иглами и электрошокер. Пока враг под их воздействием находится в бессознательном состоянии, от него можно быстренько убежать или успокоить навеки. На больших боссов оно правда не действует, но я думаю, что вы и без меня разберетесь, чем ублажать звездно-полосатого примагена. Если, конечно, доберетесь до него. Вот пока и все с компьютерными военными играми. Если встретимся в Югославии, то собираем настоящие военные игры. С друзьями Коператив Мод, а с врагами устроим Дес Мальч. Ну и в заключение хотелось бы сказать несколько теплых слов. Валентин, тулуп, батарея центрального отопления. Пока! Субтитры подогнал «Симон» «Симон» «Симон»